Уважаемые посетители канала, для вас моя личная библиотека, авторская. По ссылке, которую я даю под каждой программой, вы можете перейти в библиотеку и бесплатно воспользоваться моими книгами. Будете знать столько, сколько знаю я. Всего наилучшего! Такой вопрос был задан. Мол, я нигде не нашла, сколько надо потреблять белков, жиров, углеводов и прочих биологически активных веществ для полноценного нормального питания. Вот, чтобы это все контролировать умом. Вот столько, допустим, я творожка съел, столько салата, столько, еще чего-то, еще чего-то и так далее, и тому подобное. Нету такого. Это уже, знаете, искусственное понятие, которое вот придумали. что надо там столько-то, там столько-то, столько. Наш организм весьма мудрое образование, которое давным-давно приспособилось ко всем этим вещам И сигналит об этом, что ему надо путем вкуса. Вкус показывает, каких энергий не хватает организму. Плюс так называемое видовое питание. Каждому животному свойственна своя пища, которая полностью удовлетворяет его потребности. Вот полностью. Животные, в том числе и человек, приспособились к этой пищевой ниши области, как там ее там назвать. Ну, вот он вороны. Что им там сыра, там надо, или мясо. Они приспособились к тому, что там вот есть. Опять-таки, опять-таки, вот я все говорю, смотря на этих ворон. Они строят тело из того, что вот на этой земле имеется. Вот тут они живут, вот это вот они потребляют. И с этого же у них построено тело. Поэтому вот эти все количество белков, жиров, углеводов, вот столько надо, столько там надо. Это все там было придумано давным-давно, чтобы там примерно обеспечить потребности человека, живущего в тех или иных там условиях. по большому счету организм сам с помощью чувства голода и вкуса и плюс видового питания был полностью приспособлен к проживанию на той или иной территории нормальному. И не думая об этом, сколько ему надо там минералов съесть, сколько ему надо там витамина С съесть, сколько там еще что-то надо было и еще что-то надо. это все имелось в той пище, которую он ел как видовое питание. Вот то же самое и человеку. Не надо там какие-то вот уже мы забыли, что такое видовое питание. Видовое питание это в основном будут у нас идут злаки, потому что раньше хлеб был продуктом полноценным. народ говорил хлеба и зрелищ. Цельный хлеб полностью удовлетворял потребности человека в полноценном питании. Плюс добавлялись разного рода что там овощи разные там травки, муравки, ну и плюс белочка приезжала и плюс плюс животная пища, которую он мог добыть. Либо просто она просто уже держал стадо и значит питался от него. О, полезно. Вон белка. И хлеба не надо, колбасы не надо, она вот, ее видовое питание, видите, как она приспособилась, носится на том, что здесь есть. Цвет шкурки у нее как раз под цвет коры деревья. Все, так сказать, идеально приспособлено. Плюс лазить по этим по веткам рулить своим хвостом. Ну, так вот природа. А когда мы создаем какую-то искусственную среду, то тут и начинается. Это вот так, вот это вот столько-столько, это еще что-то там такое. Поэтому голова должна занята быть совсем другим, а не подсчетом, сколько же там надо съесть калорий для того, чтобы было. Лично я так рассуждаю. как-то хочется чувствовать себя свободным от различных различной ненужной информации, типа подсчета калорий, подсчета там белков, жиров, углеводов, микроэлементов, витаминов, там пробиотиков, еще там что-то, что там, пробиотики, еще как-то называется разного рода. Все это у нас естественно делалось. Мы получаем с вами пищеварительную систему, приспособленную к определенной пище. И вот мы, если так питаемся, по сезонам года, с учетом пищеварительной системы, что она может переварить, а не просто туда можно загрузить, дабы там испытать какое-то чувство вкуса. Все будет нормально. И, как правило, супердолгожители своей жизнью это и подтверждают. питание обычное, без разного рода изысков. Все, что произрастает в их регионе, они едят и нормально. То есть, насчет этого не заморачиваются. Еще разок, важно сказать, что организм каждого животного был приспособлен к определенного рода пищи, которая удобно поглощалась, переваривалась и выводилась. Вот это важно понимать. Все для этого было приспособлено у жвачных животных. Начиная от формы рта, зубов, далее желудками, далее уже кишечником с этим выделительной системой. Все было приспособлено для переваривания и поглощения растительной пищи. У хищных наоборот. Для того, чтобы добывать и переваривать плоть. человек может и то и сё. И главное, чтобы он был сыт. И тогда все будет нормально. Сыт, покушал вкусно, пища свеженькая, пища выращена в том регионе, в котором он живет. И это отлично действует. Вон там, где там якуты живут у себя в Якутии. И что они там в угоду сыроедчеству будут там питаться капустой, морковкой, яблоками. То, что у них вообще не произрастает. А у них приспособлено было питание что там жиром там, тюленем, китовым какие-то они там будут. Олениной. Ну, еще что там созревала какая-то травка муравка. А так и все нормально. как-то надо смотреть на этот мир поширше. Поширше. А не в свете вот этих вот течений и направлений типа вегетарианства, сыроедения там, веганства. Я не против этих течений. Пускай всему свое время и место это важно понимать. Летом мы веганим, даже сыроедем, потому что другого особо не хочется нам есть. А зимой хочется сало. В Тибете взять Тибет и Китай. В Китае любят чай, чайные церемонии, чаевка не попивают там, все нормально. Водичка. А в Тибете, где высокогорье, тоже любят чай. Но чай уже с жиром, с маслом топленым в водичку добавляют. Топленого масла и все это дело размешивают с сахарком и употребляют. Альпинисты идут в горы, где сухо и холодно. Но им там хочется такой продукт, который бы противостоял, то есть им интуитивно хочется, который бы противостоял сухости и холоду. Это сало. сало. А не какие-нибудь там бананы. Видите, как все интересно отбирается. Поэтому информации, конечно, много. Каждый норовит что-то там свое бузить. Вот это вот так. Но надо на свет посмотреть ширше и с различных сторон. чтобы как бы сказать картина охватилась в целом, а не с одной стороны. Вы знаете, что я автор многочисленных книг по естественному оздоровлению организма. Если вас какие-то книги заинтересуют и вы хотите их приобрести, пожалуйста, обращайтесь ко мне на мою электронную почту. Цены вас приятно удивят. Плюс моя бесплатная библиотека всегда открыта для вас.